18 июля закончился третий пленум 20-го созыва ЦК Коммунистической партии Китая. В Каменюке по его итогам говорится о необходимости модернизации Китая с целью независимости от западных технологий. Между созывами КПК проводят семь пленумов. Традиционно третий из них посвящен вопросам экономики. Но, как отмечают эксперты, все изменилось с приходом Си Цзиньпина. После того, как он стал руководить Компартии, подобные мероприятия стали служить лишь укреплению его власти и продвижению его политики. Перед лицом сложной и запутанной международной внутренней обстановки, нового витка научно-технической революции, промышленных преобразований, а также новых ожиданий народных масс, нам необходимо сознательно отводить более значимое место реформам и продолжать их всестороннее углубление в тесной увязке с продвижением китайской модернизации. Из текста Коммунике третьего пленума ЦК КПК на сайте телеграфного агентства Синьхуа. Пекин все больше сближается с Москвой. В начале июля Си Цзиньпин встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества, где глава Кремля заявил, что отношения между странами переживают свои лучшие времена. Также в первый день открытия саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля Пекин провел совместное военноучение с Москвой на юге Китая. Кроме того, Альянс признал КНР решающим фактором, который способствует войне России против Украины. Эксперты утверждают, что курсом на самодостаточность в технологиях и сближение с Москвой Китай наращивает силы для будущего противостояния с Западом. Китай делает все для того, чтобы создать системы, которые бы позволяли ему избегать любого давления. Мы видим, что происходит на уровне ШОС, БРИКС, потому что ШОС – это образование ресурсно-военного союза. И он теперь имеет своей границей Беларусь. То есть Китай уже на границе с Украиной, Китай уже на границе с НАТО. А то, что НАТО исторически признало в своей декларации КНР ключевым фактором российской войны в Украине – это абсолютно фундаментальный сдвиг той системы безопасности в Европе и мире в целом. Еще одним аспектом накала отношений между Западом и Китаем является Тайвань. 11 июля Министерство обороны Тайваня сообщило о нарастающем военном присутствии Китая вокруг острова. А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что недопущение захвата острова будет одним из направлений внешней политики ЕС в ближайшие годы. Индо-Тихоокеанский регион стал решающим регионом, от которого зависит будущее мира. Опираясь на нашу существующую стратегию, мы будем углублять взаимодействие с нашими партнерами в регионе. Это включает наши коллективные усилия по использованию всего спектра наших объединенных государственных сил, чтобы удержать Китай от одностороннего изменения статус-кво с помощью военных средств, особенно в отношении Тайваня. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии. 20 марта в интервью Bloomberg глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Акеллино сообщил о рекордном наращивании военного и ядерного арсенала Китая со времен Второй мировой войны. Оборонный бюджет страны вырос на 16% за последние несколько лет. Сейчас он составляет 226 миллиардов долларов. Адмирал также отмечает, на своих учениях китайская армия репетировала окружение и блокаду острова. По мнению Акеллино, совокупность этих факторов позволяет предположить, что Китай готовится к конфронтации с Тайванем в 2027. Продолжение следует...